Вот все ведомных вооружений, которые будут представлены в Москве. Давиде Барточини, Глядче Делагуэрре, Италия. 28 апреля 2018 года. Разработка России беспилотных комплексов была исключительно делом времени. На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу объявил о том, что на параде в честь победы Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне, проводящемся ежегодно в Москве на Красной площади, миру будут представлены новые технологии, разработанные сверхдержавой в последние годы. Впервые было заявлено о многофункциональной робототехнической боевой системе Уран-9, многофункциональном роботе Уран-6 и боевом среднем беспилотнике Корсар. Три платформы последнего поколения впервые появятся вместе с другими наземными и воздушными видами вооружения в доказательство того, что после небольшой паузы в выставлении военной мощи на показ, достаточно вспомнить танк Т-14 «Армата». Парад Дня Победы снова становится ареной для демонстрации мускулов как своему народу, так и всему миру. В последние годы Российская Федерация совершила большой прорыв в развитии широкой гаммы летающих, наземных и морских беспилотников, и эти платформы якобы уже широко применяются в операциях, проводимых на территориях военных действий, где Кремль разместил свои войска. Из трех названных «Шойгу» платформ, однако, лишь Уран-6, разоруженный, применялся в ходе операции в Сирии. Уран-6 – это роботическая многофункциональная система для удаления минуты, произведенная для российских вооруженных сил УПТК-766. Робот для разминирования на гусеничном ходу является техникой на дистанционном управлении, способной перевозить груз весом почти 6 тонн. Его длина составляет 4,45 метра, ширина – 2 метра. Он оснащен четырьмя видеокамерами, предлагающими оператору диапазон обзора на 360 градусов оперативной области сзади и спереди. Изображения в реальном времени передаются его системе дистанционного управления. Он может применяться в операциях рекогностировки и разминирования территорий, чтобы обнаруживать и удалять противопехотные и противотанковые мины, а также самодельные взрывные устройства. Роботизированный танк Уран-9 боевой многофункциональный робототехнический комплекс Уран-9 представляет собой транспортное средство на гусеничном ходу, спроектированное для рекогностировки огневой поддержки в ходе противотеррористических миссий, а также в урбанизированной местности. Благодаря экипировке разнообразными видами оружия и сенсорами этот робот предназначен для оказания поддержки пехотным войскам при ведении боевых действий и сокращении и избежании потерь в наиболее трудные моменты наступления. Комплекс составляет 5,12 метров в длину, 2,53 метра в ширину и без снаряжения весит 10 тысяч килограммов. Он оснащен пунктом дистанционного управления для монтажа разнообразных видов вооружения ракет среднего и мелкого калибра. В зависимости от требований операции на него можно монтировать 4 ракетных установки для запуска противотанковых ракет 9М-121 атака, по 2 на каждой стороне, а также ракеты 9М-121. Пункт управления включает также 30 мм автоматическую пушку 2А-72 для защиты от авиаударов и пулемет Калашникова ПКТМ 7,62 мм. Он может быть оснащен также реактивными пехотными огнеметами «Шмелем» и ракетами «Земля-воздух-игла». Беспилотник «Корсар» Кремль объявил, что производство беспилотных летающих аппаратов начнется с 2017 года, но лишь в этом году должен произойти переход к массовому производству этого среднего дрона. Однако производитель беспилотников, очевидно, приступил к массовому производству лишь в 2018 году. Стоит отметить, что Россия руководила большим флотом беспилотников на Украине и в Сирии, малой дальности «Элерон-3» и большой дальности «Орлан-10» и «Форпост». Последней является лицензированной копией израильского дрона. В российской армии существуют и беспилотники меньших размеров. Их отсутствие на параде удивительно в свете решения продемонстрировать в первую очередь другие беспилотные комплексы. В то время как российские военные в Сирии применяли многочисленные дроны для наблюдения и разминирования, большинство – это дроны маленьких размеров, не очень подходящие для публичных демонстраций. Российская армия оценивает сейчас два беспилотника средних размеров, прошедших длительные испытания и готовых к эффективной эксплуатации. Это боевые дроны «Соратник» и «Нерехта». Отсутствие этих двух дронов на параде 9 мая тоже любопытно, учитывая широкую рекламу, которую они получили уже в 2016 году. Впрочем, русские уже представили роботизированный комплекс «Платформа-М». Еще одного важного беспилотного комплекса не будет представлено в мае 2018 года, средневысотного БПЛ о большой продолжительности полета «Орионе», который был с большим воодушевлением представлен на военной выставке 2017 года. Предпочтение конкретного беспилотного комплекса другим может быть связано с логистикой, внутренней политикой и другими факторами. Однако предпочесть неизвестный беспилотник многим другим, которые уже показали себя в действии, это любопытное решение. Возможно, Россия оставляет эти беспилотники для будущих парадов. Белоруссия, Казахстан, Армения, Азербайджан, Китай и Иран попали в число государств, представивших на своих военных парадах беспилотные комплексы собственного производства. 9 мая 2018 года, безусловно, не последний день, когда Россия продемонстрирует свои беспилотные комплексы, учитывая ресурсы, которые она тратит на их разработку, производство и эксплуатацию. Субтитры создавал DimaTorzok